Всем привет! В этом видео я постараюсь объяснить, как работает инструмент сканер сайтов. В первую очередь скажу, для чего он предназначен. Предназначен для того, чтобы как робот обходить все страницы сайта по заданному алгоритму и искать на них по заданному алгоритму ссылки, допустим, на товары. Вот, к примеру, стоит задача спарсить все товары с сайта, где есть множество рубрик. Что нужно для начала пояснить? Начнем с элементов интерфейса сканера сайтов. Вот тут есть у нас стартовый URL. Это ссылка, с которой начинается сканирование. То есть сканер при нажатии на кнопку «Начать сканирование» загрузит код стартовой страницы, найдет в нем ссылки, добавит нужный в список очереди, в список ссылок, и потом уже по найденным ссылкам будет продолжать делать, так сказать, обход. Вот, что тут нужно еще понимать? Что если сканер сайтов запустить в момент, когда, допустим, в списке очереди есть несколько ссылок, то при запуске сканера ссылки будут браться уже не отсюда, не из стартового URL, а из списка очереди, что нужно в некоторых случаях. Также следует обратить внимание на новый параметр «Глубина сканирования». То есть как это понимать? Я не знаю, как объяснить, но постараюсь. Вообще, в принципе, это такое более-менее устоявшееся у людей понятие «Глубина сканирования». Как это делается? То есть мы указываем здесь максимальную глубину сканирования, допустим, 3. И смотрите, при загрузке стартового URL у нас глубина сканирования 1, то есть при глубине сканирования 1 у нас будет произведен только парсинг стартового URL, либо URL, который содержится в списке. Потом на этой ссылке он в очередь добавляет какие-то адреса, ну, допустим, обозначим их вот так. 1, 2, 3. Нашел 3 адреса, добавил их в очередь. И уже парсинг начинает с них. Это уже будет глубина сканирования 2. То есть пока он обходит все ссылки, полученные от парсинга первых страниц, это глубина сканирования 1, перешел к парсингу следующих, ну, как бы, с дочерних ссылок. Глубина сканирования увеличивается на 1. Потом он с этих ссылок нашел еще ссылки с каждой, да? 1, 2, 3. Со второй 1, 2, 3. И с третьей 1, 2, 3. Это уже будет глубина сканирования 3. И так далее. То есть таким образом, указав максимальную глубину сканирования, вы покажете, ну, сколько вам нужно, насколько углубляться в сайт. Где это может применяться? Ну, допустим, когда вы сканируете множество сайтов различных на предмет поиска какого-либо информации, и чтобы он не обходил все страницы сайтов, вы укажете глубину сканирования 2 или 3, и он обойдет, сделает 2 или 3 прохода для каждого сайта. Ну, надеюсь, объяснил более-менее понятно. Если будут вопросы, давайте на форуме. Теперь мы рассмотрим, ну, что такое вообще список очереди и список выдачи. Вот это список очереди. То есть это список, по которому сканер ходит. То есть он загружает, берет первую ссылку из списка очереди, удаляет ее из списка, на ней находит ссылки, добавляет нужный список очереди, пополняя его, добавляет в конец и добавляет в список ссылок. И так он будет работать до тех пор, пока не обойдет все ссылки списка очереди. Для фильтрации ссылок, которые попадают в список очереди, используются фильтры очереди ссылок. Они у нас расположены вот здесь. То есть это шаблон для ссылок, ссылки с какими вхождениями добавлять в очередь, с какими вхождениями не добавлять в очередь. Также устанавливается и глубина ссылок для списка очереди. Под глубиной ссылок понимается количество вложенных сегментов в ссылку. Ну, допустим, у нас есть такая ссылка, здесь у нас количество сегментов 3, то есть глубина ссылок 3. Это количество тех сегментов, которые разделены слэшами. Это тоже должно быть понятно. Также следует отметить, что в сканере есть функции предпросмотра результатов парсинга, стартовую URL. Нажимаем вот сюда. Также при предпросмотре отображается код страницы, который программа получила в запрос к ссылке. Если, допустим, у вас ссылки сканер какие-то не находит, вы можете так предпросмотром изучать код, который получает сканер, искать в нем ссылки и выяснять причину, почему он их не нашел. То есть в некоторых сайтах, допустим, ссылки выводятся не в традиционных HTML-тегах A, а в каких-то других границах. Для парсинга сайтов, в которых ссылки выводятся не традиционным образом, не красиво сказано, но ладно. У нас есть такая функция, вот здесь Find, вкладка сканер сайтов. То есть мы задаем границы правила поиска ссылок из кода. Можно задать границы. Допустим, ссылки находятся у нас в каком-то между такими значениями URL. То есть все, что между URL, между таким началом и таким концом, будет определяться как ссылка и парситься. С этим, надеюсь, тоже должно быть все понятно. Также следует отметить, что в сканере ссылок есть множество функций поиска замены. Поиск замены для списка очереди ссылок, то есть применяется к ссылкам очереди. Поиск замены для списка выдачи ссылок применяется к ссылкам выдачи при добавлении. Поиск замены для исходного кода документа, то есть когда сканер обращается к сайту, получает из него код, можно применить поиск замены, допустим, вырезав лишние ссылки или как-то изменив код для парсинга. Также есть поиск замены для исходного кода очереди ссылок. для исходного кода выдачи ссылок. Это примерно тот же самый, что исходный код документа, но будет применяться для того, чтобы элементы очереди ссылок... Как это сказать? Скажем так, элементы очереди ссылок у нас берутся уже из кода веб-документа, и перед тем, как их брать, можно код этого документа изменить. То есть тут уже индивидуальная замена, в отличие от поиска замен для исходного кода, поиск замен для исходного кода очереди ссылок и для выдачи ссылок применяется индивидуально для поиска ссылок очереди и выдачи. Но в принципе должно быть понятно. Рассмотрим пример настройки. Я не буду в данном видео углубляться в то, как настраивать фильтры ссылок, тонкости настройки фильтров ссылок. Если вас это интересует, загляните в справку по фильтрам ссылок и изучите материал. Мы сейчас просто рассмотрим пример для сбора ссылок с сайта, о котором мы уже говорили. Что нам нужно в первую очередь сделать? Это определить, какие ссылки нам нужно обойти. То есть нам нужно обойти все категории и из них спарсить все товары. Для начала исследуем ссылки категории. То есть они выглядят вот так. У них, ну что тут первое можно сказать, что это глубина ссылок 2, то есть количество сегментов 2. Поэтому мы указываем для очереди ссылок фильтр глубина 2, от 2 до 2. Вот она здесь уже указана. Не забываем брать глубину сканирования. Она сейчас нам не нужна. Далее, что еще нужно сказать. Когда вот мы находимся у какой-то рубрики, здесь есть погенация. Когда мы открываем страницу, погенация здесь добавляется к ссылке вопрос пейдж равно 3, то есть номер страницы. Может быть и так, что добавляется через слэш. То есть глубина уже будет 3. Поэтому на других сайтах не забываем подбирать нужную глубину в зависимости от этих данных. У нас здесь глубина ссылки не меняется при переходе на страницы каждой рубрики. Поэтому мы оставляем фильтр глубины 2. После того, как мы установили, настроили очередь ссылок, мы начинаем тестировать. То есть на выдачу ссылок, искомые ссылки мы не обращаем пока внимания. Нам нужно настроить фильтры очереди таким образом, чтобы не было лишних проходов. То есть там заходов на форум, обработка каких-то других ссылок ненужных. Что мы делаем? Мы запускаем сканер. Наберется очередь там, допустим, какая-то. Нажимаем приостановить и анализируем, какие в ней ссылки содержатся. Вот смотрим, что вот эти ссылки похожи на ссылки рубрики все. Как бы их по признаку никак нельзя отделить. Вот есть ссылки с телефон, которые содержат двоеточие. Мы их фильтруем. То есть не добавляются в очередь ссылки, содержащие такое вхождение. Такие ссылки с двоеточием уже добавляться не будут. Ссылки с решеткой мы не хотим добавлять, зачем они нам нужны. Поэтому сюда в фильтр прописываем решетку. То есть в выдачу не будут попадать ссылки и с двоеточием, и с решеткой. Также что здесь есть? Это ссылки по генации рубрики. Они нам нужны. Их нужно обходить. Так, вот форма поиска. Search вопрос. Тоже нам не надо такие ссылки. Зачем их лишний раз обходить? Search вопрос. Стоп. Да, Search вопрос здесь. Вот, Search не надо. С плюсом тоже нам ссылки не нужны. Так, ну и все. В принципе, более-менее мы настроили очередь ссылок. Можем дальше запустить парсинг, протестировать. Следует отметить и то, что при... Когда вы изменили параметры, нужно... То есть приостановить и запустить парсинг. Так, почему-то у нас ни одна ссылка не добавилась. Значит, мы не так настроили фильтры очереди. Момент. Ага. То есть с двоеточием нам все-таки нужны ссылки. Еще такой момент. Перед тем, как вы запускаете сканирование, вы должны очистить сканер сайтов. То есть в очереди ссылок, как бы даже если она пустая, но вы производили ранее сканирование, есть копия очереди ссылок в памяти. То есть там содержатся все ссылки, которые были пройдены. И как бы она здесь не отображается, но она в памяти есть. И когда вы запустите сбор ссылок, найденные ссылки будут учитываться как дубли, потому что список очереди уже есть в памяти. И не добавится очередь. Поэтому перед запуском сканера всегда очищайте список очереди и список выдачи. Мы настроили фильтры с списка очереди, по которым сканер сайтов входит. Теперь приступим к настройке фильтров выдачи ссылок нижней части, то есть искомых ссылок, для того, чтобы оставить в них только ссылки на товары. Как это сделать? Ну, исследуем, как выглядит ссылка на товар. Что ее характеризует? То есть у нее глубина 3, количество сегментов 3. Больше никаких признаков я особо не вижу, отличающие эти ссылки, допустим, от ссылок на странице рубрики. Поэтому что мы делаем? Очищаем все и в фильтрах ссылок указываем глубину от 3 до 3. Все. Также хочу отметить, что в фильтрах, ну, в шаблоне фильтров очереди ссылок и в шаблоне фильтров ссылок можно использовать регулярные выражения. Делаем сюда Ctrl-клик и открывает справка по использованию регулярных выражений, что тоже бывает часто полезно. Тут есть несколько примеров. Но в данном случае у нас регулярные выражения применять не надо. Настроили фильтр ссылок и запускаем сканер. Так, и тогда фильтр ссылок мы видим, что попадают ссылки с символом плюс. Их мы фильтруем. Запускаем сканер. Смотрим. Также нам не нужны ссылки с символом вопрос. Также добавляем фильтр. Сейчас мы, повторяюсь, фильтруем очередь ссылок. То есть те ссылки, которые мы, собственно, собираем. Ссылки на странице товаров. Теперь мы видим, что у нас в выдаче присутствуют ссылки на товары. Допустим, если даже на этом сайте нельзя полностью отфильтровать ссылки на товары, других ссылок, это не страшно, потому что при парсинге во вкладке «Контент» вы можете с помощью специальных функций как бы отфильтровать те ссылки, которые не являются товарами. Это можно отфильтровать, допустим, как в вкладке «Контент» есть дополнительная настройка границ парсинга, и у каждой границы есть опция «Обязательно». То есть, допустим, вы парсите цену, и она есть только на страницах товаров, на странице других ее нет. Поэтому, когда вы включите опцию «Обязательно» для границ парсинга с ценой, когда она не будет найдена, и какой-либо страницы страницы не попадают в результат парсинга в CSV. Поэтому ничего страшного, если при сканировании в выдачу сканера попадут ссылки не на товары. Но, в принципе, здесь все достаточно нормально собирается. Также следует отметить, что при парсинге сайтов может быть такое, что сайт забанит за частые запросы, это случается редко, но бывает. Что делать в этом случае? Использовать список прокси-серверов. В Ctrl-R добавляем прокси, и уже у нас сайт не должен банить, при условии, что прокси уже не в бане у сайта. Что еще можно отметить? Что есть функции автоматического запуска парсинга контентов после окончания работы сканера. Можно в любой момент добавить ссылки в список парсинга, нажав эту кнопку. И, в принципе, наверное, все я пояснил здесь, что нужно было. Если будут вопросы, задавайте на форуме. Всем всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok